Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наш ежедневный обзор рынка. Началась новая неделя. Сегодня у нас 29 сентября. Подходит к концу... 29 августа, извиняюсь, подходит к концу один из самых таких сложных месяцев, который мы видели за последнее время. И от сентября, как считают эксперты, ожидать чего-то хорошего тоже не приходится, поскольку сентябрь, по статистике, является еще более худшим месяцем. Чем август. Но, опять же, динамика последних дней, особенно пятница и вчера, когда мы увидели рост индексов, мы увидели рост Насдока, который практически отыграл часть падения прошлой недели. Это было, в целом, после выступления Паула в Джексон-Коле. И я писал об этом много в своих каналах. Писал о том, что главное, что понравилось инвесторам, это тот факт, что Паул не упомянул, что ставка однозначно будет подниматься на сентябрьском заседании. Он не упоминал каких-то таких сугубо негативных вещей. И если бы вы прочитали вещи между строк, то одна из таких важных вещей, и я ее тоже осветил в своем канале, это то, что Паула упомянула такой вещи, как нейтральная ставка, которая, в целом, дает возможность балансировать между спросом и предложением. И она составляет где-то 2,5%. А если мы смотрим сейчас на Трежерис, которые 5,5%, будем так говорить, то они на 3% превышают нейтральную ставку. И на самом деле у Федерального резерва нету даже возможности поднимать ставку, поскольку гэп между нейтральной и текущей ставкой еще больше увеличится, и потом нужно будет резко все снижать. Поэтому ФЭД будет делать все необходимое, чтобы держать ставку на текущем уровне. Опять же, они могут держать ее дольше, чем казалось бы, но уже закладывается определенная вероятность того, что где-то вот ближе к второй половине 2024 года у нас ставка начнет снижаться. И если мы с вами рассмотрим такие примеры, когда у нас происходило снижение процентной ставки, и при этом экономика не находилась в рецессии, как это было в начале 90-х и как это было в 2019 году, то рынок на это снижение ставки реагировал очень позитивно. Поэтому мы можем с вами увидеть эту позитивную реакцию, которую очень многие ждут с началом снижения процентной ставки. И даже, знаете, нам не нужно это снижение, нам нужно понимание, что ставка подниматься больше не будет, и что снижение неминуемо наступит раньше или позже, и уже этот факт поведет рынок наверх. Поэтому в целом вот такая у нас ситуация больше позитива, чем негатива. Опять же, многие писали о том, что рынок сейчас находится в диапазоне по S&P 4350-4450, и может там находиться в целом в сентябре месяце. Сейчас мы видим, что S&P находится практически в высшей точке этого диапазона. Еще может быть вполне ситуация, что эта граница будет пробита, и рынок пойдет дальше наверх. Но опять же, ряд вопросов к рынку остается. Опять же, позитивными было то, что Китай вырос вчера на новости о том, что сократили вдвое тот налог, который платится с прибыли на акции. Ну и в целом Китай делает все возможное, чтобы поддержать экономику. Поэтому я думаю, что сейчас мы можем в целом даже увидеть и позитивный сентябрь, поскольку, как я вот вспоминаю прошлые года, в сентябре обычно происходили развороты рынка. То есть в августе рынок падал, в начале сентября, возможно, тоже падал, но уже после Labor Day, после 4 сентября, рынок начинает разворачиваться. Поэтому давайте будем в целом готовы к такому сценарию. Опять же, инвесторы думали, что будет возможность покупать в диапазоне 4 350. Они этой возможности не получили, хотя по-прежнему многие акции торгуются на таких приятных территориях, где можно их купить по хорошей цене. Но опять же, мы видим, что вовсю практически идет M&A активность. M&A активность идет полным ходом. Практически ни день не обходится без каких-то новостей о том, что какая-то компания выставляет себя на продажу, что появляется покупатель потенциальный на какую-то компанию. Поэтому эти новости говорят о том, что рынок в целом, особенно с Молкэп-компанией, недооценены. И в целом есть такие лакомые кусочки, которые венчурные фонды явно хотят купить. Значит, о чем еще я хочу поговорить. Вот если мы вспомним те IPO, которые, казалось бы, были успешные. Сейчас эти IPO испытывают так называемое похмелье. Это такие компании, как Кава, которая у нас поднималась до 56 или даже до 57 долларов. Это сеть компаний быстрой еды, такая среднеземноморская кухня. Акции компании доходили до 58. Сейчас они спустились практически туда, где их был минимум в районе 40-35-40 долларов. И я рекомендую за этой компанией посмотреть. Также давайте посмотрим, как ведет себя израильский IPO ОДД, который использует искусственный интеллект в косметике. И, соответственно, мы видим тоже, что акции компании находятся близко к своему такому минимуму. Поэтому IPO, конечно, были интересны. Вспомним тоже вьетнамский IPO электромобиль, который болтает то вверх, то вниз. Конечно, сильно переоценен. Поэтому сейчас, помимо IPO, тоже достаточно много интересных компаний, на которые стоит обратить внимание. Очень интересно выглядит компания FSLY, которую многие, наверное, из вас помнят по 2020 году, когда акции этой компании стоили более 100 долларов. И она была лидером. А даже была впереди, чем компания Cloudflare. Они примерно занимаются одним и тем же. Но вот сейчас, вчера акции компании пробили свой максимум. Я рекомендовал покупку этой компании на этот пробой. Но вчера ситуация была такой, что ARKK, Katie Wood, это у нас индекс спекулятивных компаний, был в целом флэт при росте рынка. Поэтому вчера акции спекулятивных компаний не сильно покупали. Значит, если мы посмотрим с вами на десятилетки. Десятилетки опустились с 4,30. Вчера они не росли. Поэтому мы видим рост TLT, который начинает отрастать с уровня 92 доллара, который не был пробит. Сейчас 95. И опять же, при первых признаках того, что доходность по облигациям начинает падать, этот ETF будет у нас расти. Поэтому вчерашний день тоже ознаменовался тем, что сильно вели себя акции Small Cap компаний. Они вели себя сильнее, чем вел себя NASDAQ. В NASDAQ были какие-то противоречивые движения. А в компаниях большой капитализации какие-то из них росли, какие-то из них падали. Падал сектор Cyber Security на даунгрейде компании Crowd, которая вот репортает 30 числа. Напомню, что репортает Crowd, Okta. И тоже в начале сентября репортует ряд технологических компаний. В целом ситуация таковая, что вот такие компании, как Snow, немного откатились. Причем не то, чтобы немного, акции компании стоили почти 190 долларов. Сейчас они стоят 148, на 42 доллара откатились. Как и откатились такие компании, как NVIDIA и SMCI, которые тоже неплохо росли. А вчера NVIDIA, к слову, была и в минусе, и потом вернулась. Причем закрылась где-то в высшей точке. AMD тоже оттестировала уровень 100 долларов, пробила его и тоже вернулась. Поэтому полупроводники вчера в целом вели себя неплохо. А слабовато вели себя ритейл-компании. Причем там тоже ситуация достаточно разнонаправленная. К примеру, компания A&F очень хорошо отрепортала второй квартал подряд. И поднялась на этом, в то время как FoodLocker компания опустилась до своего годового минимума. Поэтому вчера, вот видите, наоборот, FoodLocker рос, A&F поднимался. Поэтому очень и очень противоречивые ситуации. Есть куча перепроданных акций, таких как, например, AAP, таких как FWRD. Перепроданные компании, которые действительно заслуживают внимания, заслуживают повторного рассмотрения. У нас есть также компании технологические, которые могут неплохо вырасти. Это такие как A&Q, которая от 20 долларов скорректировалась и упала до 15. Поэтому, конечно, есть куда возвращаться, есть куда расти. Но, опять же, пока рынок не показывает нам широкого роста, чтобы росло все. Растут какие-то отдельные группы компаний. Причем одни из них растут один день. На следующий день уже не они растут, а растут какие-то другие. Поэтому рынок, на самом деле, достаточно сложный, чтобы вот его торговать, чтобы сейчас вот так зайти всеми деньгами инвестировать. И сейчас очень выборочно нужно заходить, нужно находить какие-то хорошие компании, которые перепроданы, хорошие сектора, в которых есть потенциал либо возврата, либо продолжения движения наверх. Поэтому рынок остается сложным, но в то же время, как мне кажется, уже те страхи, которые были после августовской коррекции, должны уйти на второй план. И сейчас нужно готовиться уже к возврату рынка ноябрь, декабрь и октябрь. Смотреть, какие компании в октябре могут хорошо отрепортить. Поэтому много действительно очень компаний, которые заслуживают внимания, которые очень упали. Поэтому давайте посмотрим на них. Вот я вам покажу пример. Вот компания Эльф, которая с большой долей вероятности, опять же, хорошо отрепортит у нас на октябрьских отчетах. Но если мы посмотрим график компании вот за 5 дней, то вот акции падали вот до 115 долларов. Вот я ее брал в районе 115, вот, и вот акция очень неплохо возвратилась. А вот, поэтому вот такой у нас рынок сегодня по фьючерсам. Мы видим, что, возможно, будет второй подряд, третий подряд позитивный день, чего у нас не было весь месяц август, когда август это был единственный месяц, вот, по-моему, вот с какого-то года, когда у нас не было подряд двух позитивных дней. То есть сейчас мы эту тенденцию с вами нарушаем. У нас был пятница позитивный, вчера был позитивный день. Ну и, соответственно, ожидается позитивный день и сегодня. Напоминаю, что вот эта неделя, которую мы с вами имеем, вот текущая неделя, это будет одной из самых медленных недель в рынке, относительно объемов, относительно участия крупных фондов. Эта неделя сопоставима, разве что, с рождественской неделей. Поэтому нужно так понимать, что происходят эти движения на малых объемах. Поэтому, в целом, вот такая у нас ситуация. Более, bias в большей степени позитивный. Но, опять же, тот факт, что мы подошли к верхней границе нашего вот этого диапазона, говорит, что отсюда уже может быть небольшой откат. Это все, что я вам хотел рассказать сегодня. С вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня и до свидания. С вами был Саймон Брагинский. Саймон Брагинский. Саймон Брагинский. Саймон Брагинский. Продолжение следует...